Знакомьтесь, Эдгар Мальцев. По итогам прошлого года 30-летний уроженец Валки впервые был признан лучшим футбольным арбитром Латвии. А еще на днях стало известно о присвоении ему категории FIFA, а значит в 2023 году он может обслуживать официальные международные матчи. Для любого суди это вершина судейской карьеры. Впрочем, Русс ЛСМ заинтересовался его персоной не только поэтому. Прозвище у Эдгара Мальцева необычное для футбола. Хирург. Но это не случайно. Его повседневная жизнь состоит из операций и дежурств в Лепойской региональной больнице. А как он вообще начал судить и помнит ли свой первый матч в таком амплуа? Самое то, что для меня осталось в памяти, это дебют первой лиги. Когда приезжает инспектор, когда уже это все по-настоящему. Что это была за игра? Это играла РФШ, которая еще играла по первой лиге. Тукумс. И что осталось в памяти от этого матча? Коленки тряслись, вы нервничали, волновались. У меня были опытные ассистенты, которые уже могли меня подбодрить. И очень хорошие воспоминания остались насчет инспектора. Что очень важно. Вы футболом занимались? Я занимался футболом, да. И был воротарем. Из моих габаритов, как говорится, это было большое преимущество быть воротом. Но на протяжении юношеской карьеры получил травму. Такая классическая история. История, да. И из-за травмы забежать уже в поезд, который уходил в национальные сборные, было уже сложнее. Но, несмотря на мои габариты, все все время спрашивают. Ну, ты играешь 100% баскетбол, да. Баскетбол не мое, да. То есть футбол в сердце, да. И была возможность, да, начинать судить, да. И что интересно, мы начали судить двое из этой моей группы юношей, да. И после первой игры мой самый лучший друг сказал, все, я больше судить не буду. Общаться с футбольным арбитром занятие специфичное. А вот вопросы у меня были самые, что ни на есть, болельщицкие. На некоторые он постарался мне ответить. Вы за каждую карточку объясняете игроку, за что он ее получает, или нет? Это зависит от ситуации, да. Очень-очень сложно. Если ты ему скажешь еще два слова, это может быть еще одна-вторая карточка, да. Или, не дай бог, красная, да. Потому что он тебе может ответить. Бывают ситуации, когда ты можешь подойти и улыбнуться, да. Слушай, ну, извини, у меня есть подарок для тебя, да. Ты его заслужил, и пожалуйста, да. Бывают и такие ситуации. Я замечаю в последние годы, что бывает очень часто, к сожалению, игроки не уважают судей. Позволяют себе оскорбления, нецензурную брань. Это часто можно увидеть, к сожалению, до сих пор. Как с этим справляться, и почему судьи порой делают вид, что они ничего не слышат? Самое то, что важно, что каждое это, по идее, наказуемое действие. Да. И, по идее, это карточки, да. И бывает, бывает, что такой, такой вот, как в футбольном мире называется, моббинг, да. Это может быть, ну, там, четыре желтые карточки в одном эпизоде. Да, возьмем четыре моббинга, да, это 16 карточек, да. Это никто не поймет, никто не воспримет, да, это нормально, да. И для меня, как я считаю, это самая лучшая превенция, да. То есть ты видишь, что этот игрок заводится, что он недоволен, да. Ты можешь побежать, чисто с ним поговорить, да, и успокоить. В чем дело? Шутить. Да, да. Как ты себя чувствуешь? Что-то болит, но и он начинает, понимая, что ты его, да, ты на его стороне. В продолжении нашей беседы логичным был вопрос, как происходило его перемещение из родной Валки в Ригу, а потом и в Лепую. И как ему удается совмещать эти два серьезных занятия, держа в одной руке скальпель, а в другой свисток. В девятом классе решил, что я буду хирургом из-за очень хорошей учительницы по биологии. Как ее зовут? Она Виталия Вологня. Виталия Вологня. Тот человек, который вас направил по этой дорожке, как так произошло, что вы оказались врачом, хирургом? Да. В девятом классе я сказал, что я буду хирургом. Окей, ну не проблема, да, довольно долго это все надо проходить, да. Я пошел в свалки после девятого класса, я пошел в Алмир, да, в Алмиросвалсдимназе, да, чтобы улучшить знания по биологии, по химии и лучше приготовиться к централизованным экзаменам. Да, и это все получилось, да, я сдал хорошие экзамены и больше поехал в Ригу. И поступили? Поступил в Рига с трагедневную стату, медицинные факультеты, да, и 6 лет провел в Риге. Я понял, что Рига не моя. Почему? Ну, потому что, наверное, это вот такое вот, если... Ну, в из Валки, понятно. Из Валки, да. Это что-то надо поменьше, но в том же числе не в лесу, да. И поэтому я решил, что, ну, вот надо что-то искать на периферии. Конечно, первый момент я звонил в больницу в Алмире, да, что ниже в дом, ниже в семье, но в тот момент в Алмире не было хирурги, да. Ну, и тогда я по большому примеру только посмотрел в карте, где еще больницы региональные, да, и больница Лепа предлагала очень хорошие условия. Жена тоже хирург, да. Она же тоже из Валки, может быть? Нет, она... Из Риги. Из Риги, да, 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 и это было еще сложнее ее привезти сюда. Так как вы хирург, я могу предположить, что вид крови вас не пугает. Нет, нет, наоборот. Наоборот. Она возбуждает. Возбуждает. Хорошо, вы едетесь хирургом в каком направлении в вашей специализации? Я абдоминальный хирург, то есть по животам, по мягким тканям. Да, 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 то есть общий хирург, да, по профессии весь пара есть хирург. Как вам вообще удается совмещать и работу в больнице, и судейство в футболе? Я понимаю, что в основном игры по выходным, поэтому можно найти какие-то варианты. По идее, это только благодаря моим коллегам в моей семье. Которые все прекрасно понимают и помогают. Не знаю, хотят понять или понимают, да, это для них сложно, да, то есть у меня очень часто нет дома, да, к сожалению, да, потому что тренировки, дежурка, работа, да, и чуть-чуть я дома. А были такие случаи, когда в больнице попадали футболисты, и вы встречались именно в операционной палате, там где-то, может быть, еще? Да, были такие случаи, да, я судил один эпизод, да, и, к сожалению, несчастный случай, да, игрока, да, перелом, да, и мы на следующий день встретились в операционной, да, просто ему была нужна операция. С Эдгаром Мальцевым мы проговорили почти целый футбольный тайм, 45 минут, за которые я успел узнать, что он, скорее всего, является самым высокорослым арбитром Европы, его рост ровно 2 метра, что его два брата, Клайд и Марис, тоже футбольные судьи, что за его плечами более 70 матчей высшей лиги чемпионата страны, и его мечта теперь судить встречу групповых раундов Еврокубков. А еще я понял, что с чувством юмора у него все в порядке. Вспомнили мы анекдот, когда нападающие футбольные команды спрашивают судью на поле, как зовут вашу собаку? У меня нет никакой собаки. Как? Слепой и без собаки? Вы же знаете, что много анекдотов про футбольных судей есть. Вам никто очки не дарил, нет? Очки не дарил и собаку не искал. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да, да, да. Ну, я слышу, к сожалению, я слышу эти комментарии, да, но я никак на них не обращаю. Есть коллеги, которые, ну вот сейчас я ему отвечу. Говорю, ну это не, это представляет, что 60 тысяч, да. Мы ездили за рубеж, да, там 60 тысяч, и тебя кофем кидают, монетами, батарейками, да. Здесь в Латвии этого нет, да. То есть мы еще половину от этого даже не чувствуем. Ну и напоследок я вспомнил тот, на самом деле, старый обидный клич, который когда-то частенько можно было услышать на трибунах. В советских времен есть одно выражение, которое можно было услышать часто с трибун болельщиков. Это выражение знаете? Я подскажу. Судью намыло. Часто приходится слышать вам сегодня такое или этого в принципе уже нет. По понятным причинам. Я думаю, что это до сих пор живет, да, и до сих пор это актуально, да, потому что не будет объективности, да, потому что ты можешь принять решение, да, для кого-то это праздник, а для кого-то это реально наказание, да. Поэтому я перефразирую выражение вместо судью намыло, я скажу судью в операционную. Субтитры сделал DimaTorzok